Все больше спецслужб разных стран отмечают нарастание угрозы применения беспилотных летательных аппаратов террористами. Наибольшую опасность при этом представляют угрозы совершения терактов путем размещения на них самодельных взрывных устройств. Спецслужбы связывают это с распространением среди террористов информации о технологиях производства дронов и увеличением количества относительно дешевых летательных средств. К чему может привести захват воздушного пространства такими аппаратами в репортаже нашего корреспондента в Сирии Акмарал Баталовый. Мы находимся на российской базе Хмениим. Именно эти боевые машины помогали сирийскому правительству все четыре года в борьбе с международным терроризмом. Но сейчас эти самолеты сталкиваются сами с новым видом угрозы. Военные называют это асимметричной угрозой. Речь идет об относительно дешевых беспилотниках, которые способны причинить несоизмеримый ущерб стратегическим объектам и жизням людей. Известны случаи, когда для того, чтобы сбить дрон стоимостью в 300 долларов, была выпущена ракета ценой в 3 миллиона долларов США. Террористы переоборудуют дроны беспилотные бомбардировщики, способные сбросить на цель малогабаритную мину, самодельное взрывное устройство или легкую гранату, утверждает представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков. По его словам, в первую очередь они угрожают жизни военнослужащих и могут нанести значительный ущерб военной базе. При помощи аэросъемки боевики также выбирают момент для дистанционного подрыва начиненных взрывчаткой автомобилей, которыми управляют смертники. Летательные аппараты доставляют конфиденциальные сообщения, когда другие средства связи недоступны. Террористы ТГИЛ применяют беспилотники и по прямому назначению. Для фото- и видеосъемок, а затем используют сделанные кадры в качестве пропаганды. Об угрозах таких аппаратов говорят и военные специалисты Казахстана. Более того, по словам полковника Булата Жураваева, использование беспилотных летательных аппаратов для воздействия на стратегические, экономические и военные объекты вызывает угрозы не только в военное, но и в мирное время. К основным из них относятся это сближение с летающими объектами, особенно с пассажирскими самолетами, использование беспилотных летательных аппаратов или дронов в террористических целях, использование в криминальных целях, к примеру, для доставки в тюрьмы или зоны ограниченной каких-то предметов, запрещенных к использованию. Вторая опасность, которая такая, наиболее мы считаем, это проникновение беспилотников в особо охраняемые или воздушное пространство над особо охраняемыми объектами. Третья угроза это использование беспилотников как ударных средств, оснащение их взрывчатыми веществами или другими видами оружия. Военный специалист также заверил, что компетентные госорганы Казахстана разрабатывают сейчас нормативно-правовые акты, чтобы обеспечить контроль над распространением беспилотных летательных аппаратов. По словам представителя Минобороны, после принятия этих законодательных актов, полет над стратегическими объектами нашей страны станет рассматриваться не как административное, а как уголовное правонарушение, а значит будет преследоваться законом Республики Казахстан. Акмар Албаталова, Евгений Махметов, специально для Хабар-24, Латакия, Сирия.